Приветствую вас, друзья! На канале Даниила и Ларисы. Как я уже говорил в предыдущем видео, мы недавно посетили несколько стран Кавказа и последующие наши видеоблоги будут посвящены кухни стран Кавказа. Сегодня мы приготовим грузинское блюдо острый. Не острый, а именно острый. Вот так вот правильно называется это блюдо. Хотя и в Грузии даже очень многие уже говорят острый. Это блюдо может быть как первое, так и второе. Первое, оно немножко похоже на солянку, второе, оно немножко похоже на чахобиль. Кстати, посетили мы в Грузии, собственно говоря, почему возникла идея снять этот рецепт. Рецепт достаточно распространенный, но посетили мы в Грузии Духанрача, который находится на улице Лермонтова. Очень такое старое заведение, говорят, даже сам Лермонтов и декабристы попивали там чаще в этом заведении. И там я заказал острый, он мне очень понравился. Он отличается тем, что он готовится не со сливочным маслом, а с подсолнечным маслом. Вкус совершенно другой и, на мой взгляд, значительно вкуснее. Ну, в общем, острый готовится. Острый на самом деле это пряная тушеная говядина. Мы взяли вот такую вот идеальную говядину, вообще бы из единого жирочка, 600 грамм. И также 3 луковицы, нарезали зелени, кинзы, базилика, сладкий красный перчик, 3 помидора больших покрошили мелко, 4 зубчика чеснока, 2 ложки томатного соуса. А какой мы томатный соус использовали? Просто обычный томатный соус. Обычный томатный соус. Один перчик чили и немножко лаврового листа. Ну, естественно, нам понадобится соль, вода и подсолнечное масло. Вот такие вот ингредиенты, друзья, нужны для того, чтобы приготовить невероятно нежную, очень вкусную говядину в таком прекрасном, ароматном грузинском соусе. Ну, собственно говоря, начнем. Друзья, начнем с приготовления мяса. Закладываем мясо в кастрюльку. Мы используем керамическую кастрюльку, но это совершенно не принципиально. Как видите, говядинка у нас очень такая постная. И вот я люблю, в принципе, блюда грузинской кухни. Есть много блюд из говядины, и они все делаются с постной говядинкой. Ставим ее на огонь до того, как закипело. Ложим лавровый листик, да. До того, как закипело, огонь может быть большой. Потом снимаем пенку и на очень-очень медленном огне тушим 2 часа. Ну, в общем-то, ставим на огонь, а уже под конец тушения, под конец, когда будет заканчиваться процесс протушки, мы к вам вернемся, друзья. Прошло 2 часа. Наше мяско тушилось. И нам надо приготовить соус для мяса, который будет ему придавать вкус. Для этого разогреваем сковородочку, наливаем подсолнечное или оливковое масло. И в первую очередь обжариваем лучок. Обжариваем его до золотистой корочки. Следующим нашим действием мы добавляем порезанный, приготовленный заранее болгарский перец. Несколько минут его обжариваем. Лучок, видите, мы не зажарили, то есть не до золотистой корочки, а просто чуть-чуть припустили. Немножко обжарили, чтобы он стал такой мягкий и прозрачный, скажем так. Несколько минут обжарим перчик. Запахи, конечно, потрясающие. По две минуточки мы обжарили перчик и добавляем томатный соус. Он нужен в основном не для вкуса, а для цвета подливки нашего острого. И теперь, постоянно помешивая, обжариваем еще две минутки. Соус обжарился и теперь добавим наши нарезанные помидорчики. Кушаем минут 5-7. Ну вот, Лариса, могла бы сказать и погромче. Говорю погромче. Кушаем, протушиваем минут 5-7. На медленном огонечке, да? Да, на медленном огонечке. Все это протушиваем, чтобы оно размягчилось. Друзья, оно так волшебно пахнет. Просто потрясающе. Ну, дальше протушиваем 5-7 минут, как сказала Лариса. Никуда не денешься. Наши помидорчики протушились. И настало время добавить специи. Друзья, все пропорции по специям я размещу в описании этого видео. Добавляем пол столовой ложечки соли. Столовую ложечку... Чай. Ой, извиняюсь, чайную ложечку, да. Молотой кинзы. Молотая кинза это обязательная штука. Я не знаю, может хмели-сунели немножко добавить или не надо? Можно, по-моему, но по специям можно экспериментировать. Да, я бы вот добавил грузинских хмели-сунели. Можем добавить. Давай добавим. У нас такая огромная банка есть хмели-сунели. Покажи банку огромную. Вот наша баночка. Такая чудесная, очень ароматная грузинская приправа. И, по-моему, без хмели-сунели. Пол чайной ложечки, да, больше не надо, потому что она очень ароматная. Без хмели-сунели не отходится ни одно грузинское блюдо. Но, на самом деле, несколько у них таких крутых приправ. Хмели-сунели, уц-сунели. И добавляем чесночок и аджика. Но об этом отдельное надо снимать видео. Так в двух словах не расскажешь. Добавляем порезанный перчик чили. И большую часть зелени. Не чуть-чуть зелени, а оставим для того, чтобы украшить блюдо сверху. Все это опять-таки тщательно перемешиваем и протушиваем. Сколько будем протушивать, Лариса? Минут 10-15. Но надо еще добавить немножко бульона из нашего тушеного мяса. Ага. А как там мяско себя чувствует? Мяско у нас очень мягенькое. А потом оно протушилось очень хорошо. То есть от нашего тушеного мяса отбираем пару половничков бульона. Добавляем его в соус. И тушим минут 10. И тут, друзья, есть два варианта. Вот на этом этапе можно сделать немножко ответвления, скажем так. Можно достать мясо и обжарить его на отдельной сковородке, чтобы оно имело золотистую корочку. А можно этого и не делать. То есть я больше люблю... Я, конечно, очень люблю жареное мясо. Но в то же время тушеное мясо, особенно вот когда оно хорошо вытушено, я тоже очень люблю. Поэтому мы решили не доставать его, не обжаривать. Но если вы любите вот мясо такое обжаренное, чуть-чуть с корочкой, и тогда вот на этом этапе вы его достаете из кастрюльки... Не знаю, я слюной сейчас подавлюсь. Наверное, ужинать пора. Достаете из кастрюльки, обжариваете на сковородочке до золотистой корочки, до желаемого результата. И после этого опять отправляете в кастрюльку тушиться. А в это время готовится наш соус. Наш соус готов, друзья. Выключаем его. И теперь надо добавить... Сейчас мы покажем, какое у нас мясо. Просто так разверни ее сюда к камере. Вот так вот оно протушилось, такое красивое уже. И добавляем туда соус. А яй сейчас прольется. Добавляем соус. И еще на медленном огне доводим все это до кипения. И на медленном огне протушиваем 10-15 минут. Естественно, хорошенько перемешаем, чтобы мяско перемешалось с соусом. Знакомьтесь, друзья. Слева от кастрюльки стоит кецы. Это грузинская сковородка-тере-тарелка. Что-то сродни в Украине. Это называется потельня. Это штучка, на которой еду можно разогреть и сразу же подать к столу. Вот такие вещи, как острые, как всякие аджахури и всякие другие чакапули. В Грузии подают именно на кецы. И мы сейчас делаем то же самое. На самом деле, если у вас нет кецы, а навряд ли кецы у вас будет, то это блюдо можно просто разогревать на сковородочке. То есть его можно охладить, поставить в холодильник, а потом разогреть на сковородочке и, собственно говоря, подавать разогретым можно прямо на сковородке. Можно, конечно, просто подавать на тарелке. Но в Грузии, по крайней мере, вот острые и все подобные блюда с подливками, мясные. И, кстати, надо будет чакапули приготовить тоже. В следующий раз. Да. Вот все подобные блюда подаются именно на кецы. Ну и, собственно говоря, мы сделаем так, как делают в Грузии. Мы были в Тбилиси, купили себе такую кецы. Надо туда подливочки налить. Сейчас Лариса переложит его на кецы. И мы, друзья, будем пробовать. Сверху, естественно, посыпем вкусной, ароматной зеленью. Ну что ж, друзья, попробуем наш острый. Обычно это блюдо подается с вилкой и с ложкой. Но вот я предпочитаю ложечкой. Попробую вначале подливку. Божественно. Мы повторили это. Просто великолепно. Как раз вот так вот в духане рача его и подавали. С большим вот... Само блюдо, оно было покрыто таким хорошим слоем подсолнечного масла. Мне так понравилось, так необычно. Оно, могу сказать, даже звучало. Ну, подсолнечное или оливковое. Мы использовали оливковое. Он просто невероятно. Очень вкусно. Прекратим это обжорство. Запью я грузинское блюдо, естественно, грузинской чачей, выдержанной к дубовой бочке. Кстати, чача не самодельная, привезенная из Тбилиси. На вокзале у меня есть там дядечка. Вернее, на автовокзале, да. Которую я постоянно покупаю чачу. Он привозит ее с какого-то пригорода, из Алозанской долины. Ну, где-то он там живет. Вот. И возит эту чачу. Чачу продает на автовокзале. Я у него покупаю. Так что, ваше здоровье. Друзья, острый у нас получился. Получилось совершенно точно скопировать именно тот острый, который мы ели в Духане Рача. О котором я рассказывал, собственно говоря, в начале нашего повествования. Духан, в котором этот острый кушал еще Лермонтов. Желаю, чтобы он получился и у вас. На самом деле, очень вкусное блюдо. Попробуйте. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно на все отвечу. На этом мы будем заканчивать, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всего вам доброго. Пока.